Всем привет! Меня зовут Юлия, попали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. Сегодня у нас время пустых баночек, у меня уже много всего накопилось. Моя зеленая сумочка полным-полна, поэтому давайте не будем затягивать и сразу начнем. И первое, что мне попадается, это коробочка от таких запасных лезвий от марки Изана. И это самая лучшая бритва, которую я пробовала в драгории. То есть она немножко дешевле, чем, например, Gillette для женщин, либо Venus, которые самые популярные. Эта бритва немного дешевле, но она точно так же работает. У меня есть две таких Rise версии, то есть две таких маленьких бритвы, на которые нужно менять насадки. Одна от Gillette и одна от Изана. Вот они ничем не отличаются абсолютно. От них нет никакого раздражения, нехорошо все сбривают, все волоски. И здесь шесть лезвий, она очень острая, здесь еще пропитка какая-то есть с алоэ, в общем, а не с алоэ, а с аргановым маслом. В общем, мне нравится, покупаю постоянно. Вот такая вот упаковка из четырех штук стоит в районе шести евро, мне кажется, или пяти евро, где-то так. Следующая это также коробочка от бритв, но от марки Balea Man, то есть это бритвы для мужчин вообще, но я их просто обожаю. Я их использую именно для зоны бикини, раз уж на то пошло, так как они вот с первого раза все, с одного касания, можно сказать, все убирают. Потом после этого нет никакого раздражения. Ну, потому что эти бритвы предназначены для лица, собственно говоря, для мужского, и чтобы у них не было раздражения, конечно же, делают очень такие острые бритвы. Они на самом деле очень сильно острые, поэтому будьте аккуратнее, можно легко порезаться, но работают они прям отлично. Обычно я их так компоную, вот эти вот две бритвы, какую-то для ног, какую-то не для ног, ну, в общем, вы поняли, очень-очень мне нравится. Также закончились вот такие вот пакетики, с помощью которых можно делать мороженое, такой фруктовый лед. Мне очень понравилось, я летом делала, то есть вы можете налить туда абсолютно все, что угодно, они такие тоненькие, я вам покажу здесь на экране, я делала, даже отдельно тикток снимала. Они такие тоненькие, вы туда наливаете, например, смузи ваш любимый или ваш любимый сок. Можете сами выдавить сок, например, из апельсина или из арбуза, и потом это все заморозить, и у вас будет прям такой классный, домашний, натуральный лед. Ну, как лед мороженое, как он называется, фруктовый лед, вот, советую. У нас постоянно в холодильнике лежит несколько штук, когда хочется чего-нибудь такого сладенького, освежающего, то самое то. Также вот вчера буквально использовала средство для мытья машинки стиральной, чтобы она не воняла, чтобы все, ну, как бы вся она очистилась, потому что все равно из-за того, что постоянно стирается белье, из-за того, что постоянно наливается порошок, ополаскиватель и все прочее, все равно это все такое становится не очень приятное на ощупь и на запах, и поэтому периодически я ее очищаю. Это средство от Superfin. Мне кажется, я покупала его или в экшене, или в теде, насколько я помню, с ароматом лимона, но точно такие же есть и в ДМ. Оставлю вам тоже здесь картинку. Следующее это незакончившееся средство, это просто коробочка от Beauty Cup. Beauty Cup это банка, силиконовая банка для того, чтобы делать массаж антицеллюлитный. Я очень давно хотела попробовать, сейчас я прохожу такой очередной марафон стройности у Усмановой, и я думаю, что все ее знают, это фитоняшка известнейшая, как мне кажется, по крайней мере, она моя землячка, кстати говоря. В общем, и она показывала этот массаж, и мне очень понравился эффект. Не то, что эффект, мне понравилось воздействие, потому что кожа краснеет, это, естественно, улучшается циркуляция крови. В общем, я решила попробовать, но у меня не было вот этой вот силиконовой штуки, с помощью которой вы делаете этот массаж, поэтому я ее приобрела в Росмане. Сразу скажу, что Дэм есть дешевле. Ну, а если у вас есть время, мне прям как всегда, мне приспичило, я взяла, и теперь уже усиленно делаю. Если хотите посмотреть, как я его делаю, то обязательно переходите в мой ТикТок, там я все рассказываю, показываю, какие есть противопоказания и так далее. Как уже сказала, Дэм стоит дешевле на пару евро, в общем, выбирайте сами. Следующее это мыло от Балео, это Нахфюльпак, как это называется, дополнительное мыло, которое вы покупаете не в пластиковой упаковке, а вот в таком пакете и наливаете уже в свой дозатор. Так как я все равно не использую эти пластмассовые дозаторы, которые продаются, например, с мылом уже вместе, я использую свой дозатор, тот, который подходит к моей ванной, и я просто покупаю отдельно мыло и наливаю туда. Мне нравится это. Сейчас у меня запах имбиря и лимона неплохое. У них есть, кстати, вот такие же отдельные пачки и для чувствительной кожи, и для сухой кожи. В общем, отличные средства, и стоят они недорого, здесь 500 мл хватает очень долго и стоят в районе до евро, даже до 70 центов, мне кажется. Следующее у меня закончились пахучие подушечки от марки Кушельвайх, от этой же марки есть еще очень классный ополаскатель, я вам его показывала, у меня сейчас как раз такой же. Здесь три подушечки, и с ними идут еще такие ленточки, и в подушечках есть дырочки. В общем, вы можете положить их куда угодно, в полку, где лежит у вас обувь, где лежит ваше белье, одежда, не знаю, пальто, какие-то демисезонные вещи. Я их обожаю. Здесь написано, что вы ощущаете этот аромат в течение 6 недель. Ну, если это закрытая полка, то действительно так, если вы редко ее открываете, то есть вы вот открыли там раз в неделю, и на вас действительно идет этот аромат. Если, например, я вешаю в шкафу у себя такую подушечку, которую я каждый день открываю и там достаю какие-то вещи, то, конечно, этот аромат испаряется быстрее, но тоже держится недели 3 так точно. У них очень классный аромат, здесь есть такие дырочки. Точно такой же есть от марки Baleo или Denkmit, ну то есть от марки магазина DM. Они стоят немножко дешевле, чем вот от Кушельвайхи, там их больше, но мне кажется, Кушельвайхи держится дольше. В общем, вы можете выбрать такие, которые вам нравятся, но вот эти пахнут просто потрясающе, и вот вы здесь можете попробовать перед тем, как купить. Следующий закончился лак для волос от L'Oreal Studio Line. Очень сильной фиксации, здесь 8, то есть обычно там бывает 5, 4, а здесь 8. Но чаще всего лак для волос мы покупаем для моего мужа, так как я редко очень пользуюсь, только вот, например, такую прическу якобы такого мокрого эффекта я могу забрызгать лаком. Или если я делаю какой-то хвостик, где-то там немножко какие-то волосики прилачить, он пользуется каждый день лаками. И он сказал, что вообще не очень, очень-не очень, я купила по какой-то акции. Обычно мы покупаем бюджетный от Baleo, который просто цементирует ваши волосы. Этот, ну, мне он тоже не очень понравился на самом деле. Этот лак, я думаю, что будет неплохо для каких-нибудь открытых причесок, то есть, например, локоны какие-нибудь, либо вы хотите закрепить какую-то укладку, так как он очень мелко распыляется, и такое ощущение, что у вас вообще ничего на голове не остается. Ну вот, наверное, для локонов он подойдет, то есть, он не будет утяжелять вашу прическу. Но если вам нужно, вот, например, как моему мужу, зацементировать вашу прическу, вот если у вас короткие волосы, например, если вы мужчина, например, то нет, не подойдет. Поэтому еще раз убеждаю, что лак, который вы покупали дешевле, он был лучше, чем вот этот вот. Вот, поэтому нет, не буду больше его повторять, ну, никому из нас он особо не подошел. Следующее закончились вот такие вот Эркельтунгс капсуль с эвкалиптом, здесь 200 мг эвкалипта, то есть, основной здесь компонент это масло эвкалипта. Эти капсулы продаются в магазине ДМ и считаются таким растительным препаратом, то есть, на него не нужен рецепт, естественно. Я его покупала недавно, так как я очень сильно заболела, и вот буквально только недавно пришла в себя, у меня был опухший глаз, болели уши, горло, мне кажется, у меня болело все. Я вот 4 дня, я лежала просто плашмя, я уже сделала тестный ковид, оказалось, что нет, слава богу, никакого ковида, просто вот какой-то такой грипп, я не знаю. Потом я спрашивала у знакомых, очень многие говорили, что сейчас какое-то прям по ветре идет, что вот у них и дети болели, они сами болели, вот так вот прям сильно. Потому что я за всю зиму не болела так, у меня ковид был один день, и на следующий день я уже чувствовала себя как огурчик. В общем, я решила как бы укрепить свое здоровье, и уже на последних днях, когда мне было так еще немножко не очень, я заказала вот такие вот капсулы. Вы принимаете 3 капсулы в день, и у вас прям остается, знаете, такой привкус эвкалипта, то есть, у вас, видимо, там растворяется, и вот это вот масло появляется во рту, такое ощущение, что вы съели только что конфетку, знаете, от горла есть эвкалипта. Мне очень понравились, потому что эвкалипта это то растение, которое обеззараживает, то есть, убивает какие-то вредные бактерии, соответственно, я думаю, что он неплохо помогает при каких-то простудах. Если вы чувствуете, что вы заболеваете, естественно, это не антибиотик, и никак он вас прям не вылечит, но мне кажется, иммунитет укрепит и, по крайней мере, убьет какие-то бактерии. Мне, кстати, стало легче. Возможно, эвкалипт сыграл свою роль. В общем, я пила, и мой муж пил приятные капсулы такие маленькие, и аромат у вас во рту всегда был, мне не очень нравился, то есть, он такой надоедливый, такое ощущение, что у вас во рту постоянно эта конфетка с эвкалиптом. Но это можно пережить, и я думаю, что они работают неплохо, отзывы, по крайней мере, были на них классные. Следующая, это упаковочка от Puts Boy, это такой скребок для керамики и стекла. То есть, я вам тоже показывала в ТикТоке, если вы хотите, переходите и смотрите. То есть, там такой скребок прям с лезвием, если у вас что-то пригорело очень сильно на плите, например, убежало там в варенье, я не знаю, и вот ничем уже не отмывается, либо там на стекле что-то, то этот скребок очищает поверхность, например, плиты вашей, не царапая ее. Это очень классная вещь, кстати, я пробовала, действительно оттирается, никаких не остается царапин, так что могу посоветовать. Очень неплохая вещь, здесь, кстати, есть сменная бритва, поэтому вам хватит его надолго, не так часто, я думаю, у вас что-то пригорает или прилипает. Следующая у меня закончилась мука из нута, я не знаю, как это называется, ну, наверное, нут, это называется. В общем, по-немецки это называется Kicher Erbsermel, я очень ее люблю, покупаю уже не первый раз, тоже в магазине ДМ продаю. Я делаю из нее абсолютно все, все, что хочу. Чаще всего это оладушки с утра, то есть я ее добавляю, как обычную муку, добавляю потом, не знаю, кефир, разрыхлитель, ну, в общем, все то, что вы добавляете для своих оладушек. Яйца и потом все это смешиваете, во-первых, они получаются такие прям желтенькие. И у них такой очень приятный вкус появляется, такой немножко ореховый, потому что нут это разновидность орехов. Из нута делают как раз такие хумус очень часто, я покупаю нут в банках, часто добавляю его, например, в салаты какие-то. В нем очень большое содержание белка, в общем, здесь на 100 грамм, да, на 100 грамм здесь 22 грамма белка, здесь клетчатки 13 грамм, здесь, конечно, много углеводов, но это полезные углеводы. Здесь практически нет сахара и очень мало жира, то есть такая неплохая себе мука, мне кажется, она намного лучше, чем обычная пшеничная мука. Следующий закончился вот такой вот блеск от Catrice Volumizing Lip Booster, мне кажется, я вам уже его показывала. Я очень любила этот оттенок, не знаю, найду ли я сейчас, АОА3А, наверное, так называется. В общем, там еще можно немножко поскрести по стеночкам, но он уже стал немножко пованивать, так как я его купила очень давно, но там вот прям вот по стеночкам, если соскрести, в принципе, там уже ничего не осталось. Очень красивый оттенок, губы действительно выглядят пухлее, его можно наносить поверх какой-то другой помады, например. В общем, классная вещь, возможно, даже повторю, именно вот оттенок очень-очень неплохой. Очень красиво смотрится, если вы, например, обведете губы каким-то контурным карандашом и сверху, например, нанесете этот блеск, губки будут там аппетитные. Следующее, что у меня еще не закончилось, но просто коробочка осталась, решила вам показать. Была какая-то акция на продукты от Beauty Glam, это очень классные продукты, у меня от них уже были другие сыворотки. Эта линейка продается в Росмане, по-моему, в Дэм ее нет, и там очень много разных сывороток, там, с гиалуроном и с ниацинамидом. У них классное качество, стоит в районе 8 евро. Ну, вот была какая-то акция на 50% по-моему, скидка была. В общем, я купила вот такой вот пилинг, здесь 5% АХ кислот и 2% БИЧ кислот. То есть, в принципе, это такие рабочие концентрации обеих разновидностей кислот. И на цвет он красный, то есть он очень сильно похож на красный пилинг от The Ordinary, но он такой полегче. То есть, если вы совсем не можете переносить красный пилинг, если у вас прям горит лицо, и вы вообще не привыкли к кислотам и не хотите рисковать, то вот альтернатива. Мне кажется, это будет в следующем видео с какими-то аналогами средств, но только в менее такой низкой концентрации. Мне понравилось, я делала уже, кожа такая гладенькая после него. В общем, неплохое средство, расскажу о нем позже в других видео. Также у меня закончилось вот это вот средство, это сыворотка от Нори с витамином С, тоже показывала ее в ТикТоке. Переходите, подписывайтесь и смотрите. Это такой набор классный из двух сывороток, которые вы готовите сами. Одну сыворотку я уже и стратила, показывала тоже в ТикТоке. Как раз-таки тут есть вот такая вот инструкция и получается вот такая вот маленькая сыворотка. В чем ее смысл? Вы ее готовите сами. То есть изначально баночка закрыта вот такой вот крышкой с кнопочкой. Вы нажимаете на кнопку, отсюда высыпается порошок с витамином С, вы все это смешиваете и начинаете наносить на лицо. Одной такой баночки хватает на 10 дней. То есть этот курс рассчитан на 20 дней. Мне кажется, это самый лучший витамин С, который я пробовала. От него действительно виден результат, от него кожа становится светлее, пигментация становится менее заметная. Поэтому могу посоветовать. Нори это такая дорогостоящая достаточно косметика. Но если вы давно искали какой-то классный витамин С, который будет хорошо работать и который не пропадет, самое главное. Так как витамин С склонен к тому, чтобы пропадать при соприкосновении с воздухом. Поэтому да, это классное средство. То есть вы одну баночку сделали, использовали за 10 дней, выкинули ее и делаете потом другую баночку. Свежачок, так сказать, опять наносите на кожу. Классная, понравилась. Возможно, еще и повторю. Также закончился ополаскиватель для полостерта от Меридоль. Мне очень нравится, мне советовал мой врач. Здесь нет алкоголя, то есть здесь нет спирта. Если вы не хотите какое-то жесткое средство, и иногда алкоголь не подходит. Ну, то есть, допустим, мне мой врач говорила, что лучше покупать ополаскиватели именно без содержания алкоголя. У меня это такая маленькая версия, я брала ее с собой и потом просто допользовалась здесь. Но есть и большая упаковка. Мне нравится после нее очень долго. Сохраняется свежесть во рту и вот такое ощущение чистоты, которого нет, если вы не будете использовать ополаскиватель. Вообще, используйте ополаскиватель, чтобы убирать какие-то остатки загрязнений. Вы просто не представляете, сколько там у нас их. Я тут активно занимаюсь своими зубами, уже скоро сама буду зубы лечить. Также закончился вот такой вот карандаш-кисточка для кутикулы. Вот вы так вот обрабатываете. Тоже уже стало немножко пованить, но тут вообще ничего нет. Это кисточка из магазина Primark или Primark, как вам больше нравится. Мне кажется, она до сих пор там есть, стоит в районе 2 евро. Классная вещь. Вы вот так вот выкручиваете, отсюда выливается масло, и вы все это наносите на кутикулы. И сразу ваш маникюр выглядит намного лучше, так свежее, можно сказать, если у вас увлажненная кутикула. Поэтому советую, у меня в каждой сумочке лежат разные карандаши. Я такую и маме привозила. Классная вещь. Ну и последняя пустая баночка на сегодня, это патчи от Fetid Fee, Golden Snail. Они прям такие золотые. Вот у меня тут один остался, но он у меня уже так долго лежит в холодильнике, вот он весь тут уже иссохся. Они такие прям золотые, то есть если вы приложите к лицу, они немножко будут так золотом отливать. Тут больше ничего нет, у меня ничего не осталось, там ни средства самого, ничего. Мне нравится, это уже моя вторая, наверное, баночка. Сейчас я пользуюсь патчами от Atomi, тоже мне очень нравятся, с морскими минералами. И они классно работают. Вот у меня был бухший глаз, я каждый день клеила патчи, мне кажется, было лучше. Это тоже неплохое, заказывала на iHerb, на Амазоне тоже есть, но как-то вот к iHerb у меня больше доверия. Там заказывала, они не очень дорогие. Вообще марка Petit Fee очень-очень неплохая. Она достаточно бюджетная для корейских марок. Например, у меня есть маска для губ от Petit Fee, которая просто идеальная. Она абсолютно, мне кажется, аналог маски от L'Anesh, которая стоит в два раза дороже. Поэтому приглядитесь к этой маске, к этим патчам, очень-очень неплохи. Это были все пустые баночки на сегодня. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если это так, то обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии, будет очень интересно прочитать. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.